Долгосрочные прогнозы в Соческом регионе сейчас уже не актуальны, осталось уже совсем немного времени, три недели до наступления Олимпиады. Я могу сказать позитивные факторы. Сейчас снег отмечается практически на всех олимпийских объектах, он в этом году выпал очень рано, к счастью, в прошлом году это было не так, и сейчас можно уверенно говорить, что снежная подушка естественная будет на всех олимпийских объектах. Более того, мы прогнозируем, что примерно через 3-4 дня еще один циклон пройдет через этот регион, и в его тылу выпадет еще снег, и ситуация со снежным покровом будет вполне благоприятна. Его на самом деле снег утрамбовывают на объектах Олимпиады. Нужно представлять, что ведь на самом деле профессионалы предпочитают не естественный снег, а искусственный снег. Вот он более однороден, не нужно выбирать мазь, и вот на эту вот естественную подушку будет еще накладываться искусственный снег. Вот, и это на самом деле очень важно, но для того, чтобы этот искусственный снег существовал, должна быть подушка из естественного снега, она существует. Ну вот, это самые общие фразы. А на самом деле, начиная с 5-6 февраля, задача метеорологов будет связана с обеспечением метеорологической информации всех задействованных в Олимпиаде лиц, организаций и так далее. И вот это метеорологическое обеспечение, оно будет не совсем обычным, не совсем стандартным. Вот просто прогнозировать погоду на дель, на трое суток, это, в общем-то, не совсем специфично для Олимпиады. Туман с утра образовался. Вот нужно будет спрогнозировать, через сколько он рассеется. Через 20 минут, через 3 часа от этого будет зависеть, значит, там, перенос стартов. На одном склоне горы одна погода, на другом склоне другая. Вот нужно будет прогнозировать динамику изменения этой погоды. И мы вот к этому 4 года готовились, поэтому степень подготовки, ну, такая достаточно высокая. Мне уже приходилось говорить о том, что специально для сочинского региона была адаптирована мезомасштабная модель, которая шагом 2,2 километра описывает изменения погоды. Синоптики умеют использовать эту информацию, выходную продукцию этой модели. Качество ее сейчас достаточно хорошее. В сочинском регионе установлены новые инструментарии. Это и микродождевой радар, это и доплеровский радар на горе Ахун. Это, я имею в виду, и профилемеры ветровые, температурные. И вот все это вместе, вот и слежение за текущей погодой, и использование выходной продукции модели, и специальные расчеты, синоптические, вот они, да, будут в полной степени задействованы. Мне уж приходилось говорить, что Росгидромет провел очень большую работу, и в результате селекции была выбрана, ну, в кавычках, олимпийская команда метеорологов. Вот за 4 года лучшие метеорологи, лучшие синоптики будут работать и на олимпийских, и на паралимпийских играх. Вот 37 человек во главе с главным метеорологом Валерием Ивановичем Лукьяновым, он одновременно является заместителем директора Гидрометцентра России. Вот мы сейчас готовы к тому, чтобы обеспечивать вот этой информацией, прогностической, актуальной информацией, значит, да, что будет на том, вот в районе биатлона, что будет в районе, значит, карусели, что будет в районе скоростных спусков и так далее. Вот я полностью отвечаю на вопрос, потому что он очень актуальный для нас. И, наверное, еще имеет смысл, значит, напомнить, что в результате, значит, выпущенной, вот, значит, рекомендации Всемирной Метеорологической Организации, многие страны, развитые в метеорологическом отношении, подключились к метеообеспечению Олимпиады. И Соединенные Штаты, и Канада, и Норвегия, и Швейцария, и Италия, и Корея, выпускают прогнозы по этой же территории. Вот, ну, есть такой специальный прогноз, специальный проект «Международный Фрост». И вот синоптики наши усваивают, анализируют все эти прогнозы, добиваясь того, чтобы выпущенный, ну, трансформированный имя прогноз был максимально точным, максимально надежным.